всем привет сегодня мы наконец-то готовы вам показать второй выпуск по созданию вкусных домашних полуфабрикатов впрок а также четкий алгоритм действий и систематизация процесса их приготовления и мы с вами приготовим голубцы в листе капустные пельмени мясные гнезда перцы фаршированные и сочнейшие калмыцкие пельмени береги но прежде чем мы начнем отниму минутку вашего внимания ни для кого не секрет что лучшими кулинарами являются мужчины и сегодня я хочу порекомендовать вам одного из таких это автор канала на кухне с алексеем борисовым не знаете чем удивить любимого человека на ужин или вам нужно накормить всю семью а может вы устали и времени на готовку совсем нет меня зовут алексей борисов и я помогу вам с этим справиться готовим все от простых закусок до сложных блюд также я поделюсь полезными рецептами на каждый день подпишись на мой канал будет интересно и очень вкусно веселая атмосфера легкая подача простые вкусные рецепты не оставят вас равнодушными это действительно хороший канал на который стоит подписаться сазонова рекомендует ссылку на канал на кухне с алексеем борисовым мы оставим в описании переходите подписывайтесь и передавайте от меня привет в комментариях но мы начинаем первое что нам нужно сделать это подготовить ингредиенты и чтобы не запутаться каждый вид полуфабрикатов то есть ингредиенты для них мы укладываем на отдельный поднос в празднике когда вы одновременно готовите несколько блюд и салатов этот способ очень выручает и помогает не запутаться первое что нам нужно сделать это приготовить рис отварной для которого мы возьмем риса 300 грамм лучше брать круглозерны и воды 600 грамм пока мы будем заниматься другими манипуляциями рис у нас как раз остынет а он идет целых два рецепта и в голубцы и в перцы фаршированные берем просторную кастрюлю заливаем туда 600 грамм воды и ставим на огонь на сильный тем временем мы промоем рис до прозрачности воды а как только вода у нас закипит закладываем в нее рис и будем варить 8-10 минут затем накрываем крышкой и убираем в сторону чтобы рис впитал себя остатки жидкости после того как заложили рис убавьте огонь до слабого у меня 6 делений я буду варить на двойке если вдруг вам что-то будет непонятно в процессе этого ролика то все ссылки на все рецепты которые мы сегодня приготовили есть в описании также вы можете найти их в плейлистах и на канале а пока варится рис мы подготовим капусту снимем верхние листья помоем ее и поставим вариться как только сварятся первые верхние листья будем периодически снимать по несколько и чанчик отправлять обратно для дальнейшей варки сами листья нам понадобятся для голубцов а серединку мы добавим в капустные пельмени точнее фарш рис остывает капуста варится и нам сейчас нужно приготовить фарш на бюрике для бюриков мы берем только говядину 900 грамм мякоти и шпик если вы не едите свинину то замените либо на курдючное сало либо на внутренний говяжий жир и его понадобится 250 грамм 270 300 грамм лука репчатого соли 16 грамм перца черного молотого 5 грамм а чтобы фарш и нам не попадались крупные жилы если имеется в мясе крупные же прожилки их обязательно нужно удалить но затем нарезаем на удобные кусочки чтобы входили свободно в горловину мясорубки также нарежем лук и все пропустим через мясорубку в конце добавим соль перец перемешаем и оставим напитываться специями пока мы занимались приготовлением фарша для бюриков у нас уже обварились первые капустные листы снимаем их возвращаем качан в кастрюльку и варим дальше периодически снимая листья я поторопилась и не вырезала кочерыжку после того как вы уберете с капусты пожухшие листья и помоете ее обязательно удалите кочерыжку а затем уже отправляйте вариться теперь настало время приготовить базовый фарш для этого я беру говядины и свинины по 2 килограмма 300 грамм смешанный фарш всегда гораздо вкуснее но если вы не едите свинину например то можете смело заменить ее на говядину или баранину или конину или даже курицу здесь решать только вам и еще мы возьмем лук репчатый 1 килограмм и 100 грамм чеснока если вы не приемлете добавление чеснока фарш то просто исключите его все точно так же удаляем крупные жилы нарезаем лук и мясо кусочками которые могут войти в горловину мясорубки и все пропускаем через мясорубку ну Продолжение следует... Готово! Так как на стенках мясорубки осталось немного кусочков мяса, лука, нам нужно добить вес. То есть в этот фарш мы добавим немного воды, 100-150 грамм. И тщательно это перемешаем. Музыка Базовый фарш готов. Он без соли, без перца. И из него мы будем готовить остальные виды фарша. Например, сейчас мы приготовим фарш для мясных гнезд. Базового фарша мы возьмем 700 грамм. 50 грамм белых сухарей, 70 грамм молока. Одно яйцо, 10 грамм соли и 3-4 грамма перца черного молотого. В сухари вливаем молоко, затем добавляем яйцо и пробиваем это все блендером. Затем отправляем получившуюся массу в фарш, солим, добавляем перец и тщательно перемешиваем. Ну а затем отправим в холодильник охлаждаться. Затем отправляем в холодильник охлаждаться. Тем временем доварилась капуста. Снимаем и остатки листьев, а серединку разбираем и оставляем на поддоне, на подносе или на дощечке, чтобы они остыли. Если остаются такие листики лишними, то из них можно сделать шницели из капусты. Ссылочку оставим здесь. Теперь приготовим фарш для перцев фаршированных. Из капусты базового фарша мы возьмем 1 килограмм 700 грамм, соли добавим 12-15 грамм, перца черного молотого 5 грамм и половину получившегося риса. Он у нас как раз остыл. Половинка будет 400 грамм. Нам остается лишь смешать все ингредиенты и отправить фарш в холодильник, чтобы он пока напитывался специями и охлаждался. Жирок застынет и нам будет удобнее работать с таким фаршем. Фарш готов. Хотелось бы пару слов сказать о вареном рисе. Если вы привыкли в начинку для голубцов, для перцев фаршированных, либо для тефтелей добавлять сырой рис, учтите, что когда рис в процессе приготовления потребует воды, он будет брать ее из фарша, а следовательно, он получится у вас более сухой. Поэтому не поленитесь. 10 минут делов, рис сварили, зато начинка будет более сочная. Теперь приготовим фарш для голубцов в листе. Фарша базового берем 1,9 кг. Остатки отварного риса 400-430 грамм получается. Здесь зависит от того, сколько влаги в процессе варки успело у вас испариться. Чтобы голубцы были сочнее, я добавлю еще 200 грамм воды. Соли добавим 20 грамм и перца черного молотого 5-8 грамм. Для приготовления фарша нам нужно просто смешать все эти ингредиенты, тщательно вымешать и отправить также в холодильник охлаждаться. Осталось приготовить только последний вид фарша на пельмени с капустой. Капуста, кстати, как раз остыла. Берем 300 грамм вот таких вот остатков листиков и прокручиваем через мясорубку. И нам понадобится для капустного фарша фарш базовый килограмм 200 грамм. Капуста, пропущенная через мясорубку, она у нас была отварена. Но вы можете добавить и сырую. Только нужно учесть один маленький нюанс. Что если вы будете замораживать пельмешки, то некоторые сорта капусты после заморозки могут приобрести легкую горчинку. И капуста нам понадобится 300 грамм. Соль 16-18 грамм и перец черный молотый 5 грамм. Снова смешиваем все ингредиенты, тщательно промесим и уберем в холодильник охлаждаться. Именно для липных тестовых полуфабрикатов фарш лучше обязательно охладить. Жирок застынет и вам удобнее будет с ними работать. Теперь нам нужно завести два вида теста. Начнем с теста для бёриков. И для этого нам понадобится мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта 400 грамм. И вода комнатной температуры 155 грамм. Еще возьмем одно яйцо и соли 5 грамм. Я буду замешивать тесто на столе. Высыпаю муку, делаю углубление, вливаю воду, добавляю яйцо, соль и тщательно промешиваю. До объединения в однородный комок. Тесто накрываю чашкой, пусть полежит, отдохнет минут 5. Ну а мы тем временем заведем тесто пельменное. И для него мы возьмем муку пшеничную, хлебопекарную высшего сорта, непременно просеянную, килограмм 250 грамм. И вода комнатной температуры 500 грамм. Еще 3 яйца и 10 грамм соли. Замешивать буду точно так же. Но если вам неудобно, воспользуйтесь чашкой. Замешивать буду точно так же. Пока мы заводили пельменное тесто, тесто для бюриков уже немного полежало. Промесим его еще разок и отправим в чашечки в сторону. Пусть отлеживается. Спустя 5 минут точно так же обминаем пельменное тесто, убираем в чашечку, отправляем в сторону. И пока тесто отлеживается, мы займемся приготовлением первых полуфабрикатов. Это перцы фаршированные. Для этого нам нужно перцы помыть и удалить у них плодоножку и сердцевинку. Теперь нам нужно приготовить перцы фаршированные. Тут не угадаешь, сколько взять перцев на это количество фарша. Иногда уходит полтора килограмма, ну а иногда почти два с половиной. Тут, конечно, все зависит от размера перца. Перцы готовы. Отправляем их в заморозку. Получилось их на данный момент 3 килограмма 860 грамм. После заморозки они немножко вымерзнут и станут легче примерно на 1%. Расход перцев ориентируйтесь сами. Вот сегодня у нас было фарша готовое 2 килограмма 122 грамма. И перцев у меня ушло в неочищенном виде 2 килограмма. Приступаем ко второму виду полуфабрикатов и сделаем с вами голубцы в листе. Для этого мы берем капусту и срезаем вот эти утолщения. Затем будем раскладывать листы на стол и распределять фарш. Продолжение следует... голубцы готовы их получилось 4 килограмма я специально в начале ролика не объяснила сколько беру капусты в среднем получается что вы берете либо большой качан два с половиной килограмма либо два маленьких качанчика чуть меньше полтора килограмм и тем более на же немножко капусты уходит еще и фарш для пельменей поэтому рассчитать капусту очень сложно могу вам лишь сказать что берите примерно два два с половиной килограмма качан теперь готовим третий вид полу фабрикатов мясные гнезда из этого количества фарша если делать их 100 граммовыми получается 8 штук но вы можете поделить и на 10 частей главное чтобы вам было удобно рассчитывайте исходя из своего количества членов семьи ну а чтобы фарш не лип к рукам обязательно смочите их водой и и Субтитры сделал DimaTorzok Гнездышки готовы. Их получилось 8 штук. Это 820 грамм. Немножко вымерзнет, станут чуточку легче. Отправляем в заморозку. Настало время слепить бюрики. Это четвертый полуфабрикат на сегодня. Припыляем стол мукой, раскатываем тесто до толщины 1-1,5, ну максимум 2 мм. Тесто раскатали. Теперь вооружаемся формочкой. У меня диаметр 9 см. И будем нарезать кружочки. Весом они получаются примерно 15 грамм. Ну а затем, выложив ровными рядочками, будем распределять начинку. По 35-40 грамм на каждый. Теперь усаживаемся поудобнее. Берем дощечку, накрываем ее пленкой и лепим. Более подробно, как лепить бюрики, мы рассказываем в этом ролике. Ссылку оставим здесь и в описании. Будут ссылки на все рецепты, которые мы сегодня делаем. Продолжение следует... Берем дощечку. Берем дощечку. Их получилось килограмм 920 грамм. Отправляем в заморозку и нам остается сделать только пятый, последний вид полуфабрикатов. Пельмени с фаршем с добавлением капусты. Раскатываем тесто толщиной примерно 2-3 миллиметра. Весом каждый кружочек получается примерно 5 грамм. Раскладываем фарш и лепим пельмешки. Но аккуратнее фарш получается довольно жидким. И с непривычки вы можете дождаться того, что фарш просто начнет стекать с сочней. И слепить их будет сложнее. Поэтому не раскидывайте много. По 10-20 штучек. Раскатываем фарш и лепим пельмени. Раскатываем кружочки вот таким профессиональным резаком. Мы его отшлифовали, он теперь блестит красивый. Но вы можете использовать обычные кондитерские формочки. Они тоже очень острые, но стоят гораздо дешевле. Раскатываем фарш и лепим пельмени. Более подробно о лепке пельменей в три движения мы рассказываем в ролике о лепке пельменей. Ссылку мы оставим под этим видео в описании и здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Пельмешки готовы. Их получилось 3 килограмма 270 грамм. Отправляем в заморозку. Ну а затем будем фасовать по пакетам и радоваться. Какие мы молодцы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также мы оставим там и первую часть заготовки таких же вкусных полуфабрикатов. Ну а ваши фотоотзывы я всегда рада видеть в директе в инстаграм. До новых вкусных встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok